Все, дорогие друзья, доброе утро. Доброе утро. Мы начинаем шалом всем. Мы начинаем 89-й урок, 13-ю главу начинаем изучать. Давайте, кто с нами? Сегодня вот Эйтан, видите? Видно было. Так, Влад Косов. Влад, например, если он 13-ю главу уже нам напишет, будет отлично, да? Уже к завтрашнему дню, наверное, Влад сделает нам страничку, 13-ю главу. Мы активно продвигаемся, уже почти треть пути прошли, да? 31-я глава. И 31-я глава, если мы выучим, когда мы выучим? Тони Кауфман, шалом. Когда мы выучим 31-ю главу Мишли, но именно выучим. Тут важно, тот, кто учит, не повторяет и не повторяет. Похоже на того, кто сеет и не собирает урожай. Это пертеовод. Мишная пертеовод говорит, что, чтобы по-настоящему учить, нужно обязательно повторять. Это обязательно, обязательно. Но так как все повторить бывает затруднительно, то я вам советую писать из каждого урока свои выводы. И свои выводы уже и повторять. А можно еще лучше повторять не выводы, а сами эти слова запоминать. Мы всего три отрывка изучаем в день. Если их запоминать, особенно на иврите, то все. У вас через месяц, я вам говорю, что у вас жизнь изменится радикально, кардинально. И просто вообще ангелы прямо с вами будут общаться. Откуда я это знаю? Я вообще Мишли начал когда-то изучать совершенно, ну, нельзя сказать, что случайно. В Торе очень много книг. И есть очень много книг в Торе. И почему именно Мишли? Почему именно притчи? Я когда-то в какой-то книге, сейчас я не помню уже в какой книге, я прочитал, прочитал я о другой книге. И это была нееврейская одна книга, какая-то по психологии, по успеху, там, по деньгам. И в ней было написано про другую книгу, у которой автор этой книги учился, им восхищался, что это такой человек вообще нереальный. Я нашел ту книгу. И та была книга какого-то американского продюсера, то ли теле, то ли кинопродюсера, нееврея, который рассказал свою историю. В начале этой книги книга называлась «Практические уроки из притчи царя Соломона», что-то такое, которые привели меня к богатству, к успеху, там. Ну, было написано, насколько я запомнил, что у него 300 миллионов долларов состояния. И он рассказывает историю, как он после института начал, устроился на работу, его выгнали. Американец какой-то. И вот 9 раз вы за год увольняли с работы. Он был очень, видно, наглый такой, ну, любил спорить и так далее. И он пришел к своему пастору, да, у него он, померите, 70 миллионов евангелистов, которые изучают, они изучают Тору, только называется это Библия, но они именно ее изучают. Книги, книги пророка, вот Стивен Ковик был один из евангелистов вот этих, да. И, значит, его пастор ему говорит, смотри, говорит, ты видишь, у тебя уже за год 9 раз тебя увольняли, значит, ну, у тебя как бы видно, что ближайшая станция – это тюрьма. Ну, то есть, если ты не можешь ни найти работу, ни с людьми общаться, то это, конечно, у тебя будут сложности. Но, говорит, я с тобой готов заключить пари на 10 тысяч долларов, или на 10, или на 100, вот я не хочу врать, или 10, или 100 была там цифра, что если ты будешь в течение года изучать каждый день по одной главе притчи царя Соломона, Мишли, то, что мы изучаем, то через год ты станешь миллионером. А если нет, я тебе дам эти 10 тысяч, или 100 тысяч, вот не помню сколько. И этот парень, он, естественно, согласился, то есть, он думает, ну, в худшем случае я заработаю, даже если 10 тысяч долларов, по тем временам, там, 70-е годы, это классная, ну, такая огромная была сумма, да, можно было машину купить хорошую за 10 тысяч. И он, значит, сейчас Юра, да, давайте с 86-й Псалом, да, это надо прочитать, и не видно мне, вот у Юры Жизмер, у него у папы инсульт, и чтобы ему было полное выздоровление, только у меня не видно, у меня не видно, как, а вот, чтобы было Хаим Шмуль Илья Губен Анна, чтобы было Рифа Шлыма, чтобы он выздоровел, Рифа Саневеш, Рифа Сагуф, то есть, чтобы это, заслудия от этого урока, помогли ему, его душе, его телу, и чтобы было у него Рифа Шлыма, мы сейчас учим это еще больше, чем Тейлим, потом, кто сможет, прочитет Тейлим. Значит, но урок Торы, это, это тоже как, это, как Тейлим работает, да, мы не можем сейчас просто прервать, но в конце будет очень хорошо прочитать этот Тейлим, Юра, если вы найдете еще этот Тейлим походу, и сбросите в комментариях текст Тейлима, да, вот этого Псалма. Будет вообще идеально, чтобы люди не искали. Значит, да, так я рассказываю эту историю. И этот парень начал читать каждый день по одной главе. За месяц он заканчивал полностью Мишли, потому что 31 глава он каждый месяц заканчивал. Даже если было 30 дней, он в последний день читал две главы. Я не знаю, с какими он комментариями читал, что он понимал, но он просто изучал Мишли. И, как говорит, это он про себя рассказывает. Он говорит, через год я миллионером не стал, но я через год стал человеком. Я полностью разобрался, как жизнь работает и как надо себя правильно вести в этом мире. И через несколько лет я стал миллионером, а сейчас он говорит, я, значит, и, ну, там, мультимиллионер, продюсер, все. Дальше я вам скажу честно, книжку я его не стал читать. Его уроки из Мишли, они не были слишком, ну, такими прямо, ну, просто это были такие очень по-простому, он понимал именно по-простому, по-прямому, что там написано. Женщина, женщина, Поля, Поля, там, не будь ленивым, не будь ленивым. Но даже такой простой способ понимания притчи дает человеку невероятный рост. Я тогда начал учить, я могу честно сказать, я ни разу не закончил годичный цикл, ни разу не закончил годичный цикл. Ну, я не могу сказать, что только из-за Мишли я стал человеком, но, слава Богу, изучая Тору, я чувствую, что я уже почти человек, почти человек. Хотя царь Давид, царь Давид, который был как раз папа царя Соломона, да, он про себя в Псалмах говорил, что я говорил он про себя, я червяк и не человек. Поэтому мне тяжело сказать, что я человек, если даже царь Давид про себя говорил, я червяк и не человек. То есть, видно, человек это слишком высокий такой уровень, который еще надо к нему прийти. Хорошо, а мы сейчас подошли к 13 главе. Давайте двигаемся дальше, изучаем 13 глава. Значит, 13 глава начинается с отрывка «Бен Хахам, Мусар Аф». Значит, сын Хахам, мудрец, знаток Торы, Мусар Аф. Значит, Мусар, сейчас мы разберемся с каждым словом, ну, дословно, как бы, на русский переводят «Мусар» «нравственность отца». Значит, сын Хахам, значит, Оро, «нравственность отца» дословно переводится. Непонятно. Велец, лошама, гаара. Значит, алец, лец это насмешник, он не слышал, гиара это, ну, такое, увещевание, но еще и с физическим воздействием, с неприятным. Да, то есть, его не наказывали, грубо говоря, да, его не наказывали. Значит, давайте разберемся по словам. Хахам это, Хахам это мудрец, знающий аксиомы Торы. То есть, аксиомы Торы это некие, это, это некое знание, которое Бог, создатель мира, он передал в Торе через пророков и сказал, это добро, это зло. То есть, хахма, это определение, что в этом мире добро, что такое зло. Это очень интересно, что я сейчас читаю книгу одного миллиардера, который, ну, такой умный человек, умнейший человек вообще. И он говорит, вы знаете, говорит, я не разобрался, что такое правда, потому что обычно то, что люди выдают за правду, это их личная философия, которая оправдывает их желание, действуя так или иначе. То, что люди называют правдой, он сказал, я правду не считаю, потому что это все субъективная реальность. И поэтому, и поэтому, значит, мы, религиозные верующие люди, принимают как аксиому, что есть Бог, создатель мира, который создал мир, и который Бог определил, что такое добро, что такое зло. И это называется хахма, потому что иногда эти определения, они, они необычные, да, потому что, например, непонятная логика, почему, когда заходит солнце в пятницу, наступает шаббат, непонятно. И с пятницы захода солнца до субботы выхода звезд выполнять 39 видов работ, именно определенных, да, это не просто зло, это страшное зло. Ну, это для евреев, да, это не понять логикой. Но, тем не менее, мы принимаем как аксиому, что зло нарушит шаббат. Но, мы принимаем как вторую аксиому, что если человек умирает, или там надо спасти жизнь, то шаббат отодвигается. Ну, например, это непонятно, почему так, почему не так. Понятна, да, идея? Значит, Бен Хахам, ребенок может стать вот этим хахамом, принять Тору, только если есть на него воздействие, которое называется мусар-ав. Кто такой мусар? Мусар, это мы изучили, это не просто нравственность, это система воспитания, система психологии, ну, назовем это психология, да, воспитание мышления и тела человека, которое использует воздействие, мусар, это и сурим, то есть, через страдания, и через маасар, через ограждение. Что значит мусар, страдание, ограждение? У человека, если взять его животную натуру, кстати, вот этот же миллиардер, Рейдаля, он сказал, что когда я смотрю на природу людей сверху, то, что люди называют человеческой природой, это говорит природа животных, то есть, человек по сути своей, он просто большое, прямоходящее животное, тело его, способы питания, способы размножения, способы иногда поведения, как люди ведут себя по отношению друг к другу, это полностью животная природа человека, это то, что называется в Торе, злое начало в человеке, животное начало, и если у ребенка развито только это начало, если ребенка его не воспитать, и не дать ему правила поведения, то он будет маленькое животное просто, которое не отличается, вот как Маугли такой, да, вот просто чистая Маугли. Теперь, если ребенок, мы видим, что он Бен Хахам, он стал сын этот, он Хахам, он принял на себя систему Торы, это значит, что папа на него воздействовал через, Маугли объясняет, что прямо и бить его надо, и пугать его надо, и объяснить ему, что Бог его накажет, если он будет нарушать, и так далее, то есть он говорит, что нужно ребенка через страх, и через ограничения, его воспитать Хахамом, мудрецом Торы, так он советовал. Теперь, если папа этого не делает, если мы видим насмешника, который насмехается над Торой, то это что значит, что если он насмешник, если его неправильно воспитывать, то он не просто, он будет нерелигиозный, он еще будет идти против Торы, что естественно страшная проблема и для родителей, и для него самого, как Тора нас учит в главе Бен Сорер в МРЭ, есть сын, который с сошедшей пути и восстающей, такая прям есть отрывок в Торе, что если ребенок, он в возрасте 12,5 лет, между 13 лет, по-моему, или 12,5, или 13,5, там какой-то есть очень маленький период, если он в это время крадет деньги у родителей, покупает на эти деньги мясо, вино, накраденные деньги, обжора и пьяница, то есть он бухает уже в этом возрасте и так далее, то родители должны его привести к предупредить, значит, перед мудрецами, что ему за это будет смертная казнь положена, если он не перестанет, если он продолжает тут же это делать, написано, что надо его убить. Талмуд говорит, что такого никогда не было, чтобы, ну вот, все эти совпали в цепочке этих всех вещей, что ему именно в этом возрасте он именно ворует, именно он покупает мясо и вино, именно он их, именно жрет и бухает, да, потом его ведут, его ведут, да, предупреждают, что если ты это повторишь, то тебе будет капец, и он это повторяет, то есть Тора говорит, такого надо убить, почему такого надо убить? Тора нам говорит, что если он идет уже по вот такой вот последовательности действий, то он через пару лет кого-то убьет точно, и чтобы он не убил кого-то точно, так лучше его убить самого, но этот закон никогда не выполнялся, это чисто учебная такая модель, которая первая, когда дети читают ее, они боятся, они понимают, к чему приводит обжорство, пьянство, воровство и непослушание, а взрослые понимают, что этот мир, этот мир причины следствий, и если уже вот так вот человек себя ведет, представляете, он восстает против родителей, против мудрецов, ворует, и плюс он еще обжора и пьяница, то есть он вообще не контролирует свое тело, то капец, это животное его лучше. Понятно. Теперь, значит, двигаемся дальше. Второй отрывок. Миприпи-иш-йохаль-тов. Значит, дословно переводится. От плодов рта человека будет кушать добро. Второй отрывок. Венефеш-богдим-хамас. И душа предателей. Хамас это беззаконие. Хамас это беззаконие. Значит, грабеж, беззаконие, все это называется словом Хамас. И разврат тоже называется словом Хамас. Тоже. Значит, что это значит? Вот тут, если по-простому идти, от плодов рта человека будет кушать добро. Ну, то есть, по прямому пониманию ничего не понятно. Если переводить слово в слово, вообще непонятно. Теперь. Но если мы сейчас скопнем глубже. Малбин объясняет, что когда когда царь Соломон говорит о ну, любое слово, а он был мудрейший из людей, то через это слово, через его определение, там скрыты целые объемы информации. Теперь он говорит такую вещь интересную. Если у человека рот, п, п это рот. Если у человека сфатаем, сфатаем это губы. И если у человека лошон, это язык. И эти три, почему бы не сказать, от плодов языка человека он будет есть плоды. Или от плодов губ человека арабский хамас тоже беззаконие. Хотя у них это сокращение, но хамас на иврите, у них это какое-то сокращение, а у нас это слово в Торе, хамас, была земля первый раз уничтожена, а потом был за хамас. Вот это ответ на Борис Малеров вопрос. Смотрите еще раз. Есть у человека рот, есть губы, есть язык. Малбим объясняет, что когда говорится про рот, это имеется в виду хохма, божественная мудрость. Это первое, как бы, обозначение, когда говорится слово рот, говорится о божественной мудрости. Хохма. Второе, что говорится о внутреннем диалоге. Когда человек п, это когда, ну вот, когда упоминают слово Малбим, слово поэту, это, с одной стороны, рот, это говорится о уровне мыслей, хохма, божественная мудрость, да, вот эти аксиомы. С другой стороны, говорится о внутреннем диалоге. Теперь, сафа, сафа человека, это говорится о о даат. Даат, это познание, познание мира и, значит, ну, просто восприятие мира. И второе, это, это внешний диалог, разговор. Лошон, лошон, значит, лошон, это больше еще язык, да, это говорится о бина, бина это логика, понимание вещи из вещи, да, и, значит, еще лошон, вот, имеется ввиду, это я как раз не Малбим сказал, но в другом месте я видел, что шумер пив вы лошоно, охраняющий свой рот и язык, шумер мицарот навшо, значит, он охраняет от неприятностей свою душу, лошон это еще связано с едой, потому что, ну, язык очень сильно участвует в еде, там, как-то, хорошо. Теперь, значит, почему здесь написано мипри пи иш йохальтов, значит, тут явно это видно, от плодов рта человека будет есть добро, значит, так как хохма определяет, что такое добро, то то, что человек для себя, в своем мышлении, да, если он определяет, что я иду по торе, да, я иду по божественному определению, по системе координат Бога, делай добро и не делай зло, так если человек думает и делает добро, то что, он будет есть добро, он будет получать отдачу добро, вот вчера у меня один человек там брал интервью, и он говорит, а вот как такое бывает, у одного человека поле, и у другого человека поле, у одного человека все получается, у другого все не получается, они делают все то же самое, я говорю, раз не получается, значит, они не делают все то же самое, то есть, не можно, ты придумал, говорю, пример, когда они делают то же самое, Но мы видим по результату, который они получают, что значит они не делают то же самое. Результат доказывает, что они не делают то же самое. И разница может быть в простой вещи. Один человек, он своим рабочим, даже возьмем на уровне действий. Один человек своим рабочим, когда дает зарплату, он им дал на 3 копейки больше. Просто чуть больше дал. Говорит, парни, вам бонус, вот я не хочу с вас, я округляю все в большую сторону. А второй человек округлил в маленькую сторону. А для рабочих это просто обидно было, неприятно. И одного человека рабочие благословили, сказали, какой молодец, да, округляют в большую сторону. А второму они сказали, вот сука такая, да, округляют в малую. И одному начало переть, а другому начало не переть. Вот говорю, может быть такой нюанс, который полностью меняет положение человека. А может, говорю, они, один из них просто домой пришел, включил телевизор и начал ругать Порошенко. Президента Украины. А какая, казалось бы, а второй не включал телевизор и детям сказки читал, да. В чем разница? Меда шадам модедба, модедим лод. Та мера, которую человек меряет, меряют ему. Если один пришел домой и начал вслух всех судить. Этого убить. Этот ворюга ему на ноде отрезать. Этот сволочь такая, как ему вообще, чтобы ему ничего хорошего не было. Он в этот момент вот этой своей мерой, которую он начинает отмеривать вслух другим людям, включая президента Порошенко. Какое тебе дело до президента Порошенко? Ты никак на него не повлияешь своим разговором. А на себя ты конкретно повлияешь своим судом, который ты судишь окружающих людей, окружающий мир. Например, даже если они, может быть, по твоему мнению, достойны суда, но ты их не можешь судить. Ты же не судья над ними. Ты в этот момент, когда ты судишь их, ты судья над собой. Это очень такая важная и интересная штука. Значит, нас учит царь Соломон. Шло Мамеллах, он учит нас так. Мипри пи иш йохаль тоф. То есть от плодов своего рта, своего мышления, человек будет есть добро, если он мыслит по Торе и думает по Торе. Или возьмем по-простому, как говорил Любач Теребе, думай хорошо и будет хорошо. И как на сегодня доказывают все там из книги, всякие Джо Диспенса, психология и так далее, что человек своими мыслями создает, как они говорят про какую-то квантовую реальность, что человек своим мышлением вкладывает в тот мир, в ту реальность, из которой потом по каскаду появляется наша физическая реальность, человек своими мыслями вкладывает туда некий заряд, который потом конвертируется ему уже обратно в той реальности, в которой он находится. И тот человек, который думает хорошо, который визуализирует хорошо, который реально вкладывает добро, а если это еще он вкладывает, мы-то религиозные люди знаем, что такое добро, То есть он делает по божественной схеме это добро, то на него это добро и возвращается. Вот об этом написано во втором отрывке. От плодов рта человека будет кушать добро. Венефеш богдим хамас. Значит, нефеш это животная душа человека. То есть тело человека управляется по... Там целая система, вегетативная, там есть такая система внутри, которая управляет всеми процессами в клетках, какие-то там гормональные системы, иммунные системы. Там целая-целая работает огромнейшая такая система, которая человек вообще ее не контролирует. Но если человек богдим, кто такие богдим? Предатели. То есть они предают, ну там, свою духовную как бы создателя мира. Они богу неблагодарны, они бога оставили, ну грубо в своих мыслях, да, в своем мире. И вот такой человек предатель, да, он этим самым он думает, я наоборот делаю своему телу хорошо. Он хорошо кушает запрещенную еду, вредную еду, там и так далее. Он, значит, ну он как бы забыл про Бога и живет только ради своих удовольствий, которые ему подаются какие-то сигналы тела, да, и он по этим сигналам и живет. Вот. В этот момент он на самом деле, он делает беззаконие, и он свое тело, он убивает свое тело. И об этом написано во втором отрывке, что в Энефешбугдим душа даже предателей, казалось бы, ну вот эта животная душа, она беззаконие, ну то есть он как бы грабит себя. Человек, который ест неправильную пищу, грабит себя. Вот так. Теперь дальше. И последний сегодня, третий отрывок. Третий отрывочек у нас мы чуть затянули, ну ладно. Ноцер пив шомер навшо. Значит, тот, кто сохраняет свой род, дальше он разъясняет ту же нам, ту же линию, охраняющий, тот, кто постоянно охраняющий пив свой род, а мы уже знаем, что когда говорится про род, имеется в виду мышление, то есть не только важно, что ты говоришь вслух, но важно, что ты думаешь. Значит, тот, кто охраняет свое мышление, есть такая система психологическая, метод Хазай Сильва. Так у них есть такая интересная штука, когда они себя отлавливают на какой-то вредной мысли, они говорят стерто-стерто. У меня когда-то работала одна девочка, она была как раз фанаткой этой системы, и она, ну, самая позитивная, кого я только знал. Вот просто такой сияющий человек, она у меня работала, Анна Руда, директор по счастью у нее должность называлась, потому что она реально была директор по счастью. И она прям была такая правильная-правильная, и она все время так бывала, она такая, что-то у нее какая-то мелькнет, мысль или она там что-то скажет, она такая, стерто-стерто. То есть она как бы эту мысль стирала, как тряпочка, что нету ее этой мысли, да. И вот, значит, здесь нам Шлома Мелых сказал, сохраняющий свой род, а мы знаем, что это не род, а мышление, Шомер-Навшо, он сохраняет даже свое здоровье. Ну, здесь по секс-фатав, открывающий свой рот, уста свои, да, то есть который не фильтрует базар, говорит просто, ну, так вот, от вольного, что? Мохиталу, ослабление ему. То есть тот человек, который просто много говорит, написано, что тот, кто много говорит, обязательно согрешит. Тот, кто много говорит, нет вариантов, что он никого не обидит, походу, не скажет что-то не то, не выдаст какую-то военную тайну, как нас в детстве учили, что, как нас учили, болтун, находка для шпиона. Это очень было правильно. Болтун, находка для шпиона, поэтому, поэтому, дорогие друзья, давайте на этом остановимся, что только позитивное мышление, только мышление по Торе, добро, позитивное мышление, сохранять свои мысли от негатива, просто стерто-стерто, сохранять свои уста от негатива, то есть делать выводы, ведь как люди делают выводы, это страшно. Значит, вот просто пример, например, там муж какой-нибудь, да, я не знаю про каких мужей идет речь, он там не помыл посуду, например, или там на час опоздал домой. Жена какой может сделать вывод? Ты меня не любишь. То есть страшный вывод. Почему она делает такой вывод? Он всего лишь на час опоздал, он всего лишь не помыл посуду, все. Это она не охраняет свои уста. Уста мы знаем, уста это логика. И охраняющий уста, он делает всегда только позитивные выводы для себя. На час опоздал, молодец, красавчик. Не помыл посуду, умничка, молодец, что не помыл. Это значит, что я сейчас проведу с тобой урок, как приходить вовремя, и это значит, что я проведу сейчас урок с тобой, как мыть посуду. Все, вот эти выводы, они позитивные. И они ведут конструктиву. То есть, если человек что-то не делает, или делает не так, как вам нравится, то не надо заострять на этом внимание. Нужно сделать позитивный вывод. Это значит, что мы всему научимся. С Божьей помощью, чтобы все было хорошо. С Божьей помощью, чтобы выздоровел. Давайте еще раз помолимся Хаим. Как, давайте еще раз Хаим. Сейчас мы найдем. Вот, значит, давайте, чтобы была рефуа шлема. Хаим, Шмуэль, Ильяу, Бен Анна. Чтобы было у него полное выздоровление. И, значит, Безрата Шем, чтобы было у него все хорошо. И чтобы все были здоровы, выздоровели, охраняли свою душу, свое здоровье. Все. Всем хорошего дня. Успехов, богатства, благополучия, гармонии, развития. Но при этом, чтобы все было гармонично и без надрыва. Все. Удачи, успехов. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok